В столице Дальнего Востока прошел шестой международный Владивостокский марафон. Это уже традиционный забег, пользующийся огромной популярностью у жителей и гостей города. Мероприятие началось с исполнения гимна Российской Федерации. Дальнего Востока Маршрут традиционно проходил по визитным карточкам Владивостока, мостам русский и золотой, с которых открывается красивейший вид на море и город. Финальные километры участники пробежали по главным улицам Владивостока и финишировали на центральной площади, где каждого ждала заветная медаль и апельсины. Трасса у нас очень сложная. Во-первых, на 42,2 километра очень большой перепад высот. 800 метров – это общий набор высоты. Таких марафонов в России нет с таким набором высоты. Все-таки наши сопки и привлекают участников именно своей сложностью и набором высоты. Победу на самой длинной дистанции 42,2 километра среди мужчин одержал Валерий Лукин, который в прошлом году также был лидером гонки. Встреча женщин первая финишировала «Рухляда» Елена – оба спортсмена из Новосибирска. Немного посложнее, чем в том году. Мешал сильный ветер, но ничего, местами справились. Организация хорошая, с каждым годом все лучше и лучше. Как бы с каждым год нюансы убираются, что-то добавляется новое. В целом, все мне понравилось. Призовой фонд марафона составил 1 миллион рублей, который был поделен между абсолютными победителями различных дистанций. Также они получили ценные призы от партнеров мероприятия. Прошел замечательно, как и все забеги, которые организует клуб «Рандон и эсран». Хорошая трасса, хорошая погода, шикарная организация. Спасибо большое за положительные эмоции. Марафон объединяет профессионалов и любителей со всего мира. В этом году представлено 5 стран-участников – Россия, Беларусь, Корея, Япония, Германия. А также 39 субъектов и 109 городов, которые стали частью большой беговой семьи. Вашний год все проходит замечательно. Спасибо большое. Ваш марафон очень популярен не только в России, но и вообще везде. Трасса отлично. Впечатления хорошие, суперники молодцы. Это мой первый забег в жизни. Пока осознаю, но вообще такой подъем. Хотела лучший результат, но все впереди еще. Молодцы организаторы в это непростое время сумели организовать праздник достойный. На Дальнем Востоке такого больше не проводится, поэтому тут очень много ребят приехало. Ховаровск, Комсомольск, ну и близлежащие регионы. Поэтому все супер. На финише всех участников ждал вкусный плов и чай. Многие смогли нанести на свою медаль гравировку собственным результатом. Отметим, что организаторами спортивного мероприятия выступили беговой клуб РАН ДНС РАН при поддержке группы компании ДНС. Марафон проводился при поддержке и согласовании правительства Приморского края и администрации города Владивостока. Содействие в проведении оказали также сотрудники военной полиции города и спортивный комитет Тихоокеанского флота. Анна Дьякова, Денис Вадеев, Олег Завялов. Новости на восьмом.